День БМФ Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Более 760 миллионов рублей выделили из бюджета края на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону. Работы ведутся в 25 муниципальных образованиях региона, сообщает официальный сайт правительства. Всего планируют установить 13 модульных котельных, заменить 76 котлов и переложить 68 километров тепловых сетей. В селе Мамонтово, в частности, капитально отремонтируют одну из самых крупных в райцентре котельных. Она отапливает 9 социально значимых объектов, 4 многоквартирных дома и 40 частных. Сейчас здесь монтируют тепломеханическое оборудование, затем начнут восстанавливать каркас. Котельную полностью автоматизируют, что приведет к уменьшению затрат на электроэнергию и сокращению потребления угля. На все эти цели потребуется порядка 53 миллионов рублей. Что стало поводом для обвинения в причастности к шпионажу уроженки Барнаула Марии Бутиной, сообщает Политсибру со ссылкой на Ария Новости. О чем еще пишут корреспонденты изданий Сибирской медиагруппы. Смотрите в обзоре. Оказывается, Мария Бутина однажды ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры Олегом Жигановым. Собственно, это и посчитали свидетельством ее причастности к шпионажу, написали корреспонденты издания «Политика». Бутина встретилась с Жигановым в Вашингтоне. Власти США считают, что эта встреча – одно из нескольких доказательств того, что девушку нельзя отпускать под залог. Адвокат Марии подобные заявления опроверг, сказав, что это был просто ужин. А Жиганова Бутина могла знать по мероприятиям в посольстве. Семь человек получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в выходные между Троицком и Косихой. Здесь столкнулись сразу три автомобиля, сообщает комсомольская «Правда Барнаул». На место ДТП выезжали несколько карет скорой помощи, пострадавшие, среди которых двое несовершеннолетних детей, были госпитализированы. В последнее время на этой трассе стало очень сложно ездить, только и успеваешь уворачиваться от встречки, написал в комментариях к новости один из подписчиков известного паблика «Барнаул-22». На тараканов в городской больнице жалуются жители Барнаула, сообщает Политсибрус со ссылкой на инцидент «Барнаул». Тараканы уже стали постоянными обитателями медицинского учреждения под номером 8. Они ползают по раковине, в холодильнике, в постели и вообще везде. Горожане предполагают, что причиной нашествия могло стать неправильное хранение продуктов в палатах. Татьяна Голубева, наши новости. Управляющий Барнаульского торгового центра «Арена» заплатит 6 тысяч рублей штрафа за нарушение пожарной безопасности. Сотрудники прокуратуры индустриального района совместно с пожарным надзором проверили информацию, размещенную в сети интернет, о том, что 4 июля запасной выход из кинотеатра, находящегося в ТРЦ, был закрыт. Установлено, что запоры на дверях эвакуационных выходов из кинотеатра невозможно было открыть без ключа, что нарушает требования правил противопожарного режима. В отношении управляющего торгового центра «Арена» возбуждено административное производство, назначен штраф. Сейчас нарушения устранены, сообщает официальный сайт прокуратуры края. Напомним, из-за нарушений правил пожарной безопасности здания «Арены» уже закрывали этой весной почти на месяц. Шумная ярмарка, концерты, гости со всей страны, награды лучшим писателям и режиссерам. Больше 7 тысяч гостей побывали в алтайском селе Срустки на церемонии закрытия шукшинских дней на Алтае. Лауреатом литературной премии стал писатель, драматург, журналист Владимир Костин из Томска. Жюри единодушно поддержало его книгу «Коробок». Лучшим полнометражным фильмом 20-го кинофестиваля признали картину «Карпот мороженый» Владимира Котта. В программе «Короткого метра» главный приз вручили фильму «Дерево. Производство России и Чечни». Специальный приз за соответствие лозунгу фестиваля «Нравственность. Есть правда» вручили народному артисту Федору Домбранравову за фильм «Жили-были». Завершился праздник долгожданным для многих концертов певицы Пелагея. По словам Рио-губернатора Алтайского края Виктора Томенко, следующие шукшинские дни, совпадающие с 90-летием со дня рождения писателя и режиссера, могут дополниться еще одним фестивалем театральным. Подробный материал с закрытия шукшинских дней смотрите в нашем вечернем выпуске. В последнее воскресенье июля Барнаул вместе со всей страной отпраздновал День военно-морского флота. Отметить решили громко, в прямом смысле слова. По одной из улиц вместе с людьми в полосатых тельняшках прошел оркестр. Финальная точка – парк Изумрудный. Здесь моряки провели торжественный митинг. Правда, на фоне заросших клумб, заброшенного пруда и разбитого асфальта столь знаковое событие смотрелось не совсем уместно, отметили моряки. Помимо митинга, в этот день можно было увидеть различные концерты и поучаствовать в спортивных состязаниях уже в других парках города. Например, сыграть, пожалуй, в одной из самых знаменитых игр, связанных с кораблями и морем, гигантский морской бой. Напомню, День ВМФ начали отмечать с 1939 года. С тех пор праздник из профессионального стал всенародным. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Крайопеременная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый. В Камнинооби днем всего около 17 градусов выше нуля. Плюс 25 ожидается в Бийске, Белокурихе и Рубцовске. До 26 тепла в Алейске. В Барнауле без осадков днем до плюс 23 и солнечно. На этом у меня все новости. Телефон редакции 722-440. Плодотворной вам рабочей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин